С началом учебного года в Самаре усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, включая пассажирский транспорт. Ежедневно в рейдах участвуют представители городского департамента транспорта, предприятий перевозчиков, добровольной народной дружины и полиции. К межведомственным проверкам подключились и специалисты регионального Минтранса. Мониторинг проводят в утренние и вечерние часы, а также в межпиковое время. Сегодня проверки начались с остановки площадь памяти на улице Мичурина. Эта крупная транспортная развязка охватывает автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты. Нарушители просят надеть маску или покинуть салон, иначе транспортные средства не должны отправляться от остановок. В конфликтных ситуациях наряды полиции составляют протоколы в отношении нарушителей. Сотрудники полиции по статье 20.6.1 часть 1 оформляют такого нарушителя. Штраф там до 30 тысяч рублей. В таком режиме мы работаем фактически год уже с прошлого сентября. С января по сентябрь этого года таких протоколов составлено 343, за прошлую неделю три штуки. При отказе пассажира просят покинуть транспорт и выписывают протокол. Затем административный материал направляют в суд для принятия решения. Но все же большинство самарцев с ответственностью относятся к соблюдению масочного режима. Конечно, я просто знаю, чуть так выеду, я сама переболела. Следят и за соблюдением масочного режима, и за чистотой подвижного состава. Напоминаем изо дня в день нашим экипажам, нашим сотрудникам, о том, что необходимо надевать защитные средства. Также мы вместе с работой по разъяснению, мы ведем обработку подвижного состава. Мы обращаемся к уважаемым родителям, чтобы не забывали пополнять транспортные карты детей и выдавали защитные средства ребенку. Наличие прививок и другие комплексные антиковидные меры – не повод отказываться от маски. Распространяется это правило и на детей, и на взрослых. Средства индивидуальной защиты нужно надевать еще до входа в салон. Продолжение следует...